Поселок Криничное делится на четыре района. Петренки один из них. Там живет больше тысячи человек. Уехать отсюда сейчас невозможно. Транспорт не ходит, рассказывает местная жительница Валентина Наряжняк. Идти далеко. Так же само дети наши в школу ходят пешком. Они могли бы на маршрутке ездить в школу. В больнице там же находится, в садик там же находится. Вот у нас и неудобство, потому что вы видели, что здесь от поселка в центр Криничное, и так же само туда расстояние большое. Об этой проблеме местные жители рассказывали поселковому голове, но он вопрос так и не решил. Обещаю, что будет стабильно маршрутка ходить, маршрут накатанный, будет ходить, все будет нормально. Только дело коснулось снега, упал, все. Дороги не чищены, маршрут закрывается. В Криничанском постсовете уверяют, маршрутка в Петренки не заезжала только в пятницу и в субботу. Причина – заснеженные дороги. В остальные же дни район обеспечен транспортом. Правда, один из перевозчиков в Петренки заезжать отказался. Мы попытались, заходила она, но поскольку не успевают потом дети, которые на без 15,8, она проходит, и к 8 дети у нас не успевали в школу. Из-за этого, ну и погодные условия. Машина была большая, особо нет удобства разворачиваться, как бы временно, пока не ходят. В Макиевском отделе транспорта об изменениях на маршруте не знают. Уверяют, автобусы ходят регулярно. Схема движения меняется по желанию посельчан. На данный момент жалоб от населения не было. Сведения, которые мне передают каждое утро по выходу транспорта по движению, у меня проблем этих не было обозначено. Пока сейчас не готов сказать, кто где кого забирает, потому что по выходу транспорт весь движется. Остановок в движении транспорта не было. Проблем с расчисткой, с почисткой по кримичной тоже не было. Несмотря на это, Александр Коренев пообещал разобраться в этом вопросе. Если трудности и существуют, в ближайшее время проблему постараются разрешить. Аделя Мулюкова, Роман Громняк, Евгений Корсюков, Панорама.